Уважаемые гости, компания Кудерлайн приветствует вас. Сегодняшняя наша встреча посвящена проблемам логистики транспортных услуг. И мы будем рассматривать ее на конфигурации УТ, то есть управления торговлей. На экране вы видите наши контактные данные, наша электронная почта, наши телефоны, телеграм-контакты и адрес нашего сайта. Веду встречу я, консультант-аналитик 1С Гардашева Галина. И если по какой-то причине вы не смогли досмотреть, например, нашу встречу до конца или, например, какие-то другие форс-мажорные обстоятельства, вы можете вернуться немного позже на наш сайт. Мы выкладываем записи вебинаров, и, возможно, вы найдете для себя еще какую-то интересную информацию. Так что, милости просим, приглашаем вас посетить сайт. На самом деле мы будем очень благодарны вам и за обратную связь, и за вопросы. Возможно, у вас возникнут либо по ходу нашей встречи, либо какие-то ваши индивидуальные вопросы. То есть, если по ходу вебинара будут возникать какие-то вопросы, я постараюсь на них ответить. А если вопросы, например, возникнут позже, то вы можете присылать нам любым удобным для вас способом. Мы постараемся как можно быстрее ответить на ваши вопросы. И, естественно, у нас будет уже больше времени для ответа, то есть именно касательно вашей ситуации. Так что, будем благодарны вам за обратную связь и за интерес к нашим встречам. И будем рады оказаться вам полезными. Как будет проходить сегодня наша встреча? То есть, мы будем смотреть нормативные материалы на слайдах и будем переключаться на демо-версию программы. Вот таким вот образом. И, соответственно, смотреть некоторые вещи, трогать ручками. То, о чем мы поговорили теоретически. Ну, итак, начинаем. Немножечко, пару слов, так сказать, обзорных. На самом деле, в отношении... А еще, извините, забыла показать программу вебинара. То есть, сначала мы поговорим про настройки, которые требуются для того, чтобы работать с транспортными услугами, с транспортными договорами. То есть, какие сделать изменения в справочниках, какие настройки добавить. Требуется внесение некоторых изменений в локальные нормативные акты. То есть, в документы организации об этом мы тоже поговорим. Ну, и, естественно, про сам сервис по транспортным условиям и про дополнительные отчеты. Как я уже начала говорить, немножечко, так сказать, делаем экскурсию, обзор. То есть, логистике у нас, на самом деле, сейчас уделяется достаточно много внимания. И существуют и отраслевые решения. То есть, ну, как пример такого решения можно представить конфигурацию 1С-предприятия ТМС-логистика. Это отраслевое программное обеспечение, и оно заточено для транспортных компаний именно. То есть, вы видите на экране схемку, которая, в общем-то, отражает функционал, который в этой конфигурации используется. То есть, фактически, для транспортной организации оформляются и первичные документы, как вы видите, и учет рейсов идет, и, соответственно, работа с дополнительным оборудованием водителей. Ну, это и, допустим, платные дорожные сервисы, то есть, тот же Платон, ну, и, соответственно, спутниковый мониторинг, то есть, каким дорогам едет и так далее. Это, подчеркну, 1С-совместимое решение. Так что, если у вас именно транспортная организация, то, возможно, вам будет удобна эта конфигурация. Есть еще транспортные отраслевые приложения. Один из предприятий автотранспорт. Ну, и, на самом деле, достаточно много программ, которые позволяют вести учет именно транспортной логистики. Но мы с вами сегодня поговорим о другой конфигурации, об управлении торговлей. То есть, это один из достаточно самых, наверное, известных конфигураций 1С. То есть, три кита, так сказать, существуют у нас. Это 1С-бухгалтерия, 1С-зарплата управления персоналом и 1С-управление торговлей. То есть, на этих трех китах держится, если можно так выразиться, другая наиболее известная разработка. Это 1С-ЕРП. То есть, 1С-ЕРП – управление предприятием. Ну, соответственно, блоки, которые расположены в конфигурациях. То есть, 1С-бухгалтерия, 1С-управление торговлей и 1С-склад полностью практически входят в состав ЕРП. И поэтому и расположение блоков, и функционал на 80% похожи, совпадают. Ну, на 20% все-таки, когда сводили три богатыря под одну крышу, некоторые функции немножечко ужаты, урезаны, но основные принципы соблюдены. Итак, мы сегодня говорим с вами про 1С-управление торговлей. Я хочу такой слайдик показать. И, соответственно, здесь есть блок, который занимается и транспортной логистикой. И, кроме этого, естественно, поскольку у нас идет разговор о торговой конфигурации, то предусмотрено и, скажем так, блок складской логистики. Не только управление доставкой, но и, соответственно, и складская логистика, и учет заказов, и управление торговлей. И, что самое, наверное, интересное, здесь присутствуют и другие подразделы. Сейчас мы с вами посмотрим вот такой слайдик. Как вы видите, вот у нас здесь подразделы, которые входят в эту конфигурацию, включают в себя и казначейство, и финансовый результат. Ну и, соответственно, справочники и блоки ЦРМ и маркетинг, и блок планирования. То есть, как вы видите, здесь присутствует не только транспортная логистика, но и складская логистика, и, соответственно, управление торговлей. То есть, в общем-то, весь функционал, который можно использовать и в ERP. Сейчас мы с вами на следующий слайдик перейдем. И вот о чем поговорим. Значит, как и в ERP, в управлении торговлей все настройки подразделов начинаются с раздела НСИ и администрирования. Почему мы говорим про настройки? Потому что у нас практически и в этом году, в 2024 году были изменения, которые касались логистической составляющей, то есть транспортный блок. Во-первых, переводили транспортный блок на электронный документооборот. А во-вторых, изменялись нормативные требования, то есть изменялись, допустим, нормы по командировочным расходам, по суточным расходам. То есть, если компания, например, занимается автотранспортными перевозками, то, естественно, водители имеют разъездной характер работы. И вот требования законодательные достаточно сильно менялись, поэтому, естественно, приходится пересматривать и, например, учетную политику, и положение в составе об оплате труда, и опримирование, ну, то есть все нормативные локальные акты, которые регулируют именно деятельность в определенных аспектах и отражение в налоговом учете, то есть обложение страховыми взносами и так далее. При работе с разделом МСИ и администрированиях я хочу обратить внимание на структуру этого раздела. То есть у нас сначала идет начальное заполнение, и вот средний блок, средний столбец – это настройка МСИ и разделов, то есть настройка нормативно-справочной информации и разделов. И работа с каждым блоком, то есть то, что у нас здесь перечислено, начинается с раздела МСИ и администрирования, и, соответственно, мы выбираем тот подблок, который нас интересует, и проставляем здесь чекбоксы. То есть в отличие от бухгалтерии, где мы видим весь функционал, который доступен в конфигурации сразу, в УТ, так же как и в ЕРП, много функций скрыто. То есть для того, чтобы использовать какие-то расширенные возможности, необходимо дополнительно активировать функциональные разделы. И вот именно для этого мы начинаем всю работу по настройкам с раздела МСИ и администрирования. В нашем случае сегодня мы будем смотреть склад и доставка. Сейчас мы перейдем с вами к этому разделу, ну, в смысле, на демо-версию, и перейдем вот к этому разделу. Вот наше МСИ и администрирование, и вот раздел, который нас интересует. Это склад и доставка. Я напомню, то есть здесь мы создаем структуру, создаем сведения о предприятии и, соответственно, об организациях. Если у нас холдинговая, например, структура, то в этом случае мы, естественно, создаем через настройки, что мы ведем не одно предприятие, а несколько организаций. И после этого уже входим в настройки организации, вводим юридические лица, которые участвуют в нашем холдинге. Ну, у меня, для примера, введены вот такие юридические лица. Мы немножко позже об этом поговорим. И, соответственно, вводится склады, то есть вводится структура предприятия. Обратите внимание, что структура предприятия – это у нас управленческое понятие. Она не совпадает с юридическими, так сказать, аспектами. То есть юридические склады у нас могут принадлежать разным юридическим лицам. А практически это может быть один склад, например, готовой продукции или там товаров. Ну, то есть в соответствии с тем, как у нас организована структура. И после того, как мы задаем такие глобальные настройки, мы уже с вами можем переходить к настройкам подразделов. И здесь, как я уже говорила, мы можем дополнительные функции активировать. То есть национальные опции. Ну, раздел «Склад» и «Доставка» у нас содержат, соответственно, раздел, где структура складов описывается. При работе вот с этими настройками у нас основная задача – это проставить чекбоксы, то есть вот такие красивые зеленые галочки. И, соответственно, для этого самое важное – внимательно читать подсказки. То есть вот этот текст, который расположен под активируемым окном. И, собственно говоря, после того, как мы проверили, что структура складов у нас, несколько складов выбрана, мы переходим к разделу «Доставка» и активируем опции. То есть функциональная опция «Управление доставкой». У нас появляется дополнительный раздел в меню «Склад» и «Доставка» и дополнительное рабочее место, которое так и называется – «Одноименная доставка». Ну и, соответственно, мы проставляем, что да, мы будем использовать задания на перевозку и своими силами, и силами заказчика, и возможность редактирования адреса сохраняем. Ну и, естественно, мы просматриваем все остальные настройки, которые у нас заданы, то есть что у нас еще активировано. и блок «Внутреннее потребление». Это внутреннее потребление у нас может быть перемещение, например, между складами для внутреннего потребления, например, материалы для ремонта, какие-то дополнительные материалы с одного на руку, склад перевозится и так далее. Систему согласований мы можем включить, можем не включить, то есть будет ли требоваться согласование на внутренние перевозки. Разборку однозначно мы отмечаем, что мы ее будем использовать. Ну, в общем, проходим по всем настройкам. Считаем, что все функциональные опции дополнительно мы активировали, которые будем использовать. И теперь можем со смелой душой переходить в интересующий нас раздел. То есть мы будем говорить про доставку, как я напоминаю уже. И вот у нас блок управления доставкой. И вот он блок, основное рабочее место, именно доставка. Но доставка – это у нас конкретно рабочее место, где отражаются, где, в общем-то, мы можем и планировать доставки, и смотреть информацию, которая в них входит. Но перед тем, как работать с этим блоком, мы должны проверить справочники, которые внутри организации введены. То есть справочники – это у нас касательно транспортных средств. Как вы знаете, каждый блок у нас имеет раздел «Отчеты» и «Настройки» и «Справочники». То есть и блок продажи у нас таким же образом построен, как вы видите, помощник продаж НСИ, то есть нормативно-справочная информация, и уже дальше документы, то есть отчеты у нас также. И в «Закупках» есть отчеты по закупкам, и справочники, которые требуют дополнительного заполнения. И на «Настройка складского блока» у нас точно так же выглядят. Вот они, «Настройки» и «Справочники». И, соответственно, вот у нас блок отчетов. Значит, какие настройки мы должны проверить перед тем, как мы начинаем работать? Ну, способы обеспечения потребностей – это больше касается схемы обеспечения товарами, то есть товароматериальными ценностями. Типоразмеры ячеек – это если мы, допустим, используем адресное хранение, то есть мы задаем тогда типоразмеры ячеек, правила размещения, прогнозы упаковки, то есть топологию склада настраиваем, и управление доставкой. Здесь у нас есть несколько справочников, то есть типы транспортных средств и зоны доставки. Вот сейчас мы с вами посмотрим типы транспортных средств, и после этого зоны доставки. Но перед этим еще раз посмотрим на наши слайдики. И вот сейчас мы с вами смотрим слайд, где мы уже побывали, то есть инфекции и администрирование, управление доставкой. Вот эти три функциональных опции мы активировали. Ну и на всякий случай, чтобы, может быть, у кого зрительная память лучше развита. То есть вот путь, как, где находятся эти сведения. И вот теперь, ну как бы, мы с вами перейдем вот таким образом. Значит, что собой представляют типы транспортных средств? Это справочник, где систематизированно вводится информация о том, какими транспортными средствами, какими типами транспортных средств мы будем оперировать в дальнейшем. То есть вот у меня для примера сделаны здесь грузовые перевозки. Это крупнотоннажные машины, допустим, мелкотоннажные машины до 10 тонн, контейнерные перевозки, железнодорожные перевозки. Ну, если я вот выбираю, например, железнодорожные вагоны, то, соответственно, сначала мы наименование даем. Что это, например, платформа, может быть, платформенные перевозки. Может быть, морские контейнерные перевозки, например, контейнеры, хайк, юб. Ну, естественно, задается грузоподъемность и объем. Какой объем может перевозить данное транспортное средство. Обратите внимание, что здесь цифры неточные, потому что, допустим, грузовая машина 20 тонн, объем у меня указан, ну, немножко не такой, какой он есть на самом деле. И здесь мы можем с вами еще создать на основании само транспортное средство. То есть, если я выбираю и задаю какой-то тип вагона, то я сразу могу перейти из этой карточки в конкретный вагон и задать, например, уже конкретно его номер, марку. Ну, то есть, вот заполнить вот эту информацию, создать карточку транспортного средства. Ну, на данном этапе я только создаю типы транспортных средств. Ну, вот, например, если я буду использовать для грузоперевозок вот автомобиль тентовый, грузовой фургон, например, с термокузовом и так далее. То есть, моя задача здесь – задать типы транспортных средств. И здесь у меня еще доступны зоны доставки. Вот зона доставки – это вообще интересная вещь такая. То есть, естественно, вы можете через кнопочку создать, создавать и конкретные зоны, например. Можно это по районам зонировать, можно по каким-то признакам, например, Санкт-Петербург, Ленинградская область, там Сестрорецкие районы и так далее. Может быть, Курская область. Ну, в общем, соответственно, с теми зонами, которые вы используете в своей работе. То есть, менеджеры задают договор с каким-то покупателем, то, соответственно, они могут зону доставки выбирать. Зонирование помогает и спланировать, допустим, кольцевые маршруты удобно планировать. Ну, и создать группу. То есть, здесь у тебя может быть иерархическая структура. Ну, на самом деле, это здесь уже как вы сфантазируете, если можно так сказать. Значит, вот мы с вами выбрали зоны и выбрали транспортные средства. И категорию ТМЦ в эксплуатации мы не будем с вами сейчас смотреть, потому что это в основном инструменты, оборудование, спецодежда. Поэтому мы пока их не затрагиваем. Так, здесь закроем все. То есть, мы отсюда благополучно уходим. То есть, мы здесь посмотрели все, что могли. И теперь мы с вами переходим под раздел «Склад и доставка». И уже поговорим про управление доставкой. То есть, на самом деле, мы можем привязать, допустим, документы на перевозку к разным документам коммерческим. Например, к заказу, к документу реализации, к документу поступления, если там требуется доставка. Ну, вот посмотрим с вами, что мы с вами можем... Так, что мы можем, например, при работе с заказами. То есть, на самом деле, мы можем заказы от клиентов выбирать и на их основании формировать заказы на производство. То есть, вот мы берем заказ клиента. Ну, например, вот выбрали конкретный заказ, что у нас клиент заказал определенные товары. И по договору у нас с ним доставка за наш счет. Ну, то есть, доставка нашими средствами, ну, естественно, за счет заказчика. В этом случае, значит, мы... Ну, здесь вот комментарий, что мы вот этот пример, этот конкретный заказ используем и в других документах. Но это уже касается других разделов, например, оптовой торговли или складкового учета. То есть, мы заполняем товар в табличную часть, что необходимо нашему клиенту. И на заказочке доставка у нас есть возможность выбрать способ доставки. То есть, способ доставки у нас здесь доступен либо наша транспортная служба, то есть, ну, если самовывоз, то понятно, здесь изменяется интерфейс и не будет никаких дополнительных вот этих окон для ввода информации. Просто будет ссылочка, что самовывозом с нашего склада. Если это, допустим, наша транспортная служба доставку до клиента организует, то, соответственно, мы выбираем вот такой интерфейс, нам будет доступен. И здесь, заметьте, адрес доставки – это дополнительный справочник, где адреса доставки сохраняются в связке с нашим контрагентом. То есть, контрагент и адреса доставки, которые он использует. Ну и, соответственно, дополнительная информация здесь может быть любая. То есть, это текстовое поле. То есть, мы заполняем, например, какие-то конкретные сведения, которые необходимы будут водителю для погрузки или разгрузки. Если мы указываем время, то у нас строится еще график загрузки транспортного средства. И информация для экспедиторов. То есть, например, комплект документов передать. Ставим флажок и заполняем текстовое поле. Например, передать таможенному декларанту. Или сделать отметку о пересечении границы у таможенного инспектора. Ну, то есть, собственно, текстовое поле, на которое обратить внимание. И в этом случае, если мы здесь вот ставим флажок, как вы видите, становится поле обязательным к заполнению. Вот оно, красное подчеркивание. Почему становится обязательным к заполнению? Потому что в этом случае у нас сформируется документ поручения экспедиторов. И, соответственно, текст отсюда попадет в само поручение. Ну, мы пока снимем этот флажок, не будем его. Ну, и закладочка дополнительная. Это уже отражение конкретной информации по самому договору. То есть, договор купли-продажи. И, как вы видите, здесь будет отражаться менеджер. Если какие-то есть карты лояльности клиентов. ГФУ. Вот это очень важный момент, потому что это отражение в финансовом учете. То есть, практически проводки, которые будут сопровождать этот документ. И потом, например, эти проводки можно выгружать, делать обмен, например, либо с бухгалтерией, либо с ЕРПИН. То есть, какой-то другой учетной программы, которую вы используете. Если вы, например, торговля и склад используете только для складской логистики и транспортного обеспечения. И вот на этой ссылочке, реквизит в печати, мы настраиваем то, что будет отражаться на самой, например, накладной. Если мы говорим о транспортных документах, ну, чаще всего это торг-12, либо ТТН-ка. Ну, в зависимости от того, какой конкретный документ вы используете. После того, как мы в заказе указали доставку, то есть, вот сейчас у меня транспортная служба до клиента. А если я, например, работаю с внешним перевозчиком, то есть, с транспортной организацией, то в этом случае у меня возникают два варианта, когда я своим транспортом довожу до перевозчика, либо когда перевозчик забирается с нашего склада. В этом случае у меня, опять же, меняется интерфейс, и я здесь добавляю информацию для какого перевозчика, то есть, кто конкретно фирма, которая мне будет осуществлять перевозку, то есть, перевозчик. Так, и дальше уже те же сведения, что я заполняла для работы своим транспортным средством, они доступны и здесь. Так, мы сейчас не будем заказы изменять. Так, вот так закроем. Нет, не хочу я изменить. Не хочу. Так, и теперь мы с вами все-таки перейдем до рабочего места доставка, потому что зоны мы посмотрели, зоны могут быть и для курьерской доставки разработаны, и рабочее место доставка у меня выглядит вот таким вот образом. То есть, я задаю склады, с какого на какой, допустим, способы. То есть, здесь у меня доступный выбор и на какое число. То есть, вот по курской области у меня действует вот такая-то заявка. То есть, я могу посмотреть, какие у меня есть задания сформированные сейчас, и посмотреть задания, которые у меня существуют. Ну, видите, они уже закрыты. То есть, статусы закрыты, а вот эта перевозка у меня еще не выполнена. То есть, к погрузке имеет статус. То есть, на закладке формирования заданий на перевозку я вижу действующие, а закладка задания на перевозку я вижу все подряд, которые у меня были, есть, и еще только запланированы, например. В самих этих заданиях я могу, ну, естественно, заполняю информацию, которая касается участников процесса, то есть, что это наша транспортная служба и так далее, и могу указывать конкретный маршрут, и, соответственно, в этом случае у меня появляется возможность использовать дополнительные навигационные, допустим, инструменты. То есть, я могу с платоном работать, то есть, у меня могут быть платные дороги учтены. Ну, то есть, собственно говоря, дополнительные информации, которые касаются перевозки. Так, и, как вы видите, здесь у меня указаны сведения про конкретный груз, который я доставляю по данному маршруту, то есть, вес товара, который я везу, и объем моего транспортного средства, которое запланировано на эту перевозку. В этом случае я имею возможность сравнивать, то есть, например, у меня идет недогруз машины, или, наоборот, перегруз, мне надо выбрать другую автомашину. Но, естественно, меня интересует еще и документация, которая у меня должна сопровождать перевозку. И мы с вами помним, что у нас в этом году транспортные услуги переведены на электронный документооборот. На самом деле, вот, если у меня есть задание на перевозку, я могу выбрать печатные формы. То есть, как вы видите, достаточно большой перечень. То есть, я могу выбрать комплект документов, куда будет входить и маршрутный лист, и сертификаты, если они требуются по товару, который я перевожу. То есть, может быть, реестр сертификатов, если у меня товар разнородный, и там, допустим, на каждую позицию требуется отдельный сертификат. И у меня формируется товаро-транспортная накладная, то есть 1Т. И, вот, как вы видите, дополнительно я могу и этикетки, например, на грузовые места для доставки распечатать. И если у меня сборный груз, то этикетки на конкретные, конкретным грузополучателям. То есть, мне доступен такой функционал. Ну, это я все сделала, это все мне, как бы, хорошо и удобно. Но что же мне делать, если мне необходимы документы на электронное сопровождение? То есть, в электронном формате, во-первых, все транспортные документы должны быть в электронном формате составлены. То есть, начиная от договора транспортного и кончая товаросопроводительными документами. И где мне их здесь искать? То есть, меню склада «Доставка» у меня содержит такую возможность. То есть, как вы видите, у меня здесь есть ссылка «Электронные перевозочные документы». На самом деле, эта ссылка у меня есть не только в этом разделе, но и в разделе, например, «Продажи» у меня есть вот «Электронные перевозочные документы». И в разделе «Закупки» – «Электронные перевозочные документы». И в разделе «Склад» и «Доставка» – вот они, «Электронные перевозочные документы». На самом деле, это один и тот же журнал документов, просто доступен он из разных подразделов для удобства, чтобы не нужно было переключаться между подразделами и так далее. Ну вот, мы перейдем в этом месте. И здесь, как вы видите, есть такая рекламная часть. То есть, что это у нас электронные перевозочные документы, мобильное приложение. Что приложение – это бесплатно. Но, естественно, требуется его активация. То есть, требуется настроить обмен. Для того, чтобы обменяться документами, я должна выполнить настройки определенные. И у меня, к сожалению, он сейчас не ругнулся. Но он не ругается, что у тебя там не сделана электронная подпись, допустим, и еще какие-то ошибки выявлены. А вот через кнопочку «Создать» у меня появляется выбор, какой я хочу создать документ. Ну, соответственно, заказ мы уже не будем смотреть, потому что там практически повторяется. Электронная транспортная накладная – это, конечно, хорошо. Но работа с транспортными средствами у нас начинается, на самом деле, с путевого листа. То есть, что мы выписываем путевой лист на наши транспортные средства. А вот эти документы, то есть уже заказ, заказ-наряд, например, сопроводительные ведомости – это уже товаросопроводительные документы. Но начинаем мы с путевого листа. Если я беру электронный путевой лист, у меня получается вот здесь очень удобная пошаговая карта, которая отражает, что мне необходимо заполнить. То есть, сейчас я занимаюсь оформлением табличной части. То есть, я выбираю транспортное средство, которое меня интересует. Во-первых, какое снабжение пригородное или междугородное – выберем междугородное. Кто обязан, кто у меня в этом случае, пусть будет предприниматель. Ой, торговый дом комплексный. В каком статусе? Значит, в этом случае я выбираю, что… Ну, пусть будет собственник, пусть это будет мой собственный транспорт. Здесь необходим медосмотр, техконтроль и показания спидометра, то есть те показатели, которые в табличной части путевого листа. Обратите внимание, у нас ужесточены правила к этому, к этой части заполнения путевого листа. И, соответственно, если мы отмечаем, что медосмотр, то чаще всего, если вы не слишком большая организация, у вас там одно-два транспортных средства, то вы не имеете в своем штате медицинского работника. И в этом случае должны иметь договор со специализированной медицинской организацией, которая имеет право проводить медосмотры сотрудников. А в этом случае вы выбираете стороннюю организацию и вводите ее реквизиты. В этом случае у нас здесь есть отдельные справочники. Ну, естественно, я не буду сейчас выбирать, потому что у меня нет здесь медицинской организации. Это справочник контрагентам. И, соответственно, мы здесь заполняем юридическое лицо, например, поликлиника, там номер такой-то. Ну, то есть все реквизиты. Если штатный сотрудник, то я заполняю, выбираю среднее про сотрудника. Кто осуществляет техконтроль? Обычно это уже конкретно собственный сотрудник, который, например, заведующий гаражом или другой специалист, который у вас ставит отметку, что транспортное средство исправное. И, наконец, показания спидометра. Если хорошо организованная служба, то, естественно, проставляет ответственность сотрудник. Но может быть и заведующий гаража, например, или старший мастер. Ну, естественно, я выбираю, какое транспортное средство у меня выполняет эту перевозку. То есть, вот видите, у меня введена вот такая машина, уже конкретно транспортное средство. Но я могу создать еще дополнительно, соответственно, какие-то другие. Например, большегрузный автомобиль или контейнер определенный номер. Ну, вот я выберу тот, что у меня уже создан. И мы можем посмотреть, что входит в этот справочник. То есть, транспортное средство, тип транспортного средства. То есть, в моем случае, это грузовые перевозки до 10 тонн. Марка транспортного средства. То есть, например, газ там такой-то. И модель. То есть, модель у меня конкретно, значит, газель там. Газель. Вот такой-то номер. Ну, и, естественно, водителя. Я выбираю по кнопочке «Заполнить». Здесь, если я выбираю «Добавить», то у меня получается возможность выбирать из своих сотрудников. И самый такой трогательный момент. Значит, послерейсовый осмотр обязателен ставим. И путевой лист сформирован на один день или на период. То есть, теоретически, у нас путевые листы должны формироваться ежедневно. Но практически, естественно, если это, например, междугородние перевозки, то вы можете задавать период. И в этом случае мы задаем начало периода и задаем окончание использования. То есть, задаем, например, на неделю или на месяц. После того, как мы заполнили эти сведения, я сейчас не буду сохранять, мы посмотрим уже сохраненные. И вот обратите внимание, когда я заполнила, как я считаю, все сведения и нажала на кнопочку «Провести», то у меня программа ругнулась несколько раз. Ну, во-первых, выяснилось, что я сделала ошибки при заполнении. Вот они у меня перечислены здесь. А во-вторых, у меня оказалась не настроена система обмена. То есть, для того, чтобы мне обмениваться электронными документами, мне необходимо зарегистрироваться, получить квалифицированную электронную подпись и, соответственно, вот сертификата электронной подписи у меня нет. Значит, мне надо сделать вот такие действия. И у оператора электронного документа оборота зарегистрироваться, то есть, получить подпись это в налоговой инспекции и зарегистрироваться у оператора ЭДО. Соответственно, для этого мне надо посмотреть вот через этот регламент. то есть, мы настраиваем маршрут для прохождения подписи. Вот видите. После того, как я настроила, то есть, считаем, что я виноват, дурак, исправлюсь, сказала и все выполнилось. У меня программа здесь рекомендовала. Значит, после этого я уже могу, соответственно, провести и обменяться электронными вариантами с своими контрагентами. То есть, контрагента я ввела из справочника контрагенты. И если у меня справочники заполнены, ну, все как надо, вся информация заполнена, то, естественно, у меня будет возможность, чтобы у меня сюда сразу подтянулись и электронные адреса, и все остальное. И, соответственно, произошел год по кнопочке «Выполнить обмен», у меня уйдет этот документ, уйдет уже в систему электронного документа оборота. Как вы видите, здесь у меня общий журнал, где отражаются все мои путевые листы. То есть, очень несложно, естественно, их учитывать и ввести реестр. Например, месяц закончился, я распечатала реестр путевых листов, и все хорошо, у меня получилось счастье. Так, сейчас мы снова перейдем к нашим слайдикам. И это, собственно, мы повторяем этапы, которые мы должны были выполнить. То есть, мы должны были настроить транспортные, виды транспортных средств. Мы с вами ручками уже потрогали, как это делается. Зоны доставки, соответственно, и модель транспортных средств. То есть, конкретные автомобили, контейнеры, там еще что-то. То есть, вот здесь вот мы уже отражаем это как транспортное средство. При этом мы не особо заморачиваемся, что это у нас справочник транспортных средств. Но, на самом деле, если брать уже по большому счету, то это либо основные средства собственные, либо основные средства арендованные и так далее. Следующий слайдик. Это у нас снова... Галина, у нас осталось с вами 5-7 минут. Благодарю вас. Благодарю. Значит, я постараюсь быстренько. Значит, ну вот эти вот слайдики, это мы с вами посмотрели. Это мы использовали, в общем-то, возможности электронного документа оборота. И здесь нам осталось посмотреть два момента. То есть, во-первых, это склад и доставка, отчеты по складу. То есть, какие отчеты мы можем получить в отношении доставки, в отношении всего складского комплекса. И второй момент, который мы сейчас... То есть, анализ запасов, это понятно. И здесь я хочу сакцентировать вот на чем внимание. То есть, мы с вами можем из тех отчетов, которые сейчас здесь расположены, использовать уже существующие отчеты. В этом случае мы можем вот меню настройка, кнопочка настройка, проставить флажки тех отчетов, которые нам нужны. Кроме этого, я могу зайти как конкретный отчет и изменить его вид. Например, добавить какие-то сведения. Или нам... Ну, то есть, сконструировать, добавить колонки, добавить еще какие-то сведения. И если я это делаю, то я могу сохранить. И у меня будет вот таким образом, как вот этот отчет. Видите, здесь у меня отчет доработанный. То есть, штатный функционал дополнен какими-то дополнительными показателями. После того, как я нажимаю еще раз настройки, у меня отмеченные отчеты будут видны в моем списке. Кроме этого, у нас есть еще вот такие вот возможности работать практически с платными сервисами. Например, как вы видите, здесь это прослеживаемые товары и ГАИС. Но мы можем подключить здесь возможность обмена с платными сервисами, например, Платон и так далее. И еще мы можем с вами здесь посмотреть поручение экспедиторам. Это вот тоже важный момент. То есть, когда мы с вами заполнили заявки текстовое поле, у нас создается поручение экспедитору. То есть, мы здесь выбираем склады, пункт, куда он едет, адрес тоже подбираем из справочника адресов. И вот здесь вот у нас отражается, соответственно, поручение, которое мы уже ввели. То есть, есть возможность двумя способами это поручение заполнить. Заполнить его в заявке текстовое поле ввести или создать отдельно документ поручения экспедитору. И здесь уже заполнить информацию, например, которая касается конкретно поручения водителю и что он должен сделать. Например, отнести комплект документов на фитоконтроль, отнести комплект документов для отметки таможенному посту. Ну, собственно говоря, любая информация, которая касательно выполнения этого поручения, мы можем здесь посмотреть. И, в общем-то, еще один момент, который здесь важен, что мы можем просмотреть подчинение документов, структуру подчинения. Ну, поскольку я вот, извините, уже тороплюсь, чтобы побольше успеть сказать, то мне приходится как можно быстрее проскакивать. А, значит, здесь я еще хотела остановиться вот на чем. То есть, у нас в 2024 году происходили изменения касательно командировок. То есть, если мы работаем с логистикой, работаем с транспортными услугами, то, естественно, у нас командировки учитываются. И, как я уже говорила, у нас произошли изменения. Вот мы сейчас посмотрим вот такой вот слайдик в отношении тем, как командировки отражаются в учете. То есть, изменен размер суточных. Теперь при командировках суточные учитываются в размере 700 рублей. Это не облагаемая НДФЛ-база. И 2500 рублей при заграничных командировках. Это то, что не облагается НДФЛ. То есть, если вы создаете местный локальный акт положения об оплате труда и примерования, вы можете в нем предусмотреть командировочные и 2000, и 3000. То есть, любые, которые у вас используются. Но, значит, в этом случае будет 700 рублей не облагаемая НДФЛ, а остальные будут уже облагаться НДФЛ. На этом, к сожалению, я должна заканчивать, поскольку наше время закончилось уже. И я хочу вернуться снова к нашим первым слайдикам. И еще раз напомнить вам наши контактные данные, наши телефоны, телеграм-контакты и адрес нашего сайта. На этом разрешите поблагодарить вас за внимание, за время, которое вы нам уделили. Мы будем рады оказаться вам полезными, поэтому приглашаем к сотрудничеству. На этом разрешите попрощаться и пожелать вам хорошего дня. Всего доброго.